Очень приятно нас встретил Минск, хорошей погоды, наверное, мы из Москвы не могли привезти, у нас минусовая погода, поэтому немножко расскажу, кто мы, что мы, чем мы занимаемся и далее уже приступим непосредственно к продвижению. Я являюсь ведущим специалистом, наша компания официально называется компания Турцентр, мы на рынке уже более 15 лет, мы являемся разработчиками крупных площадок, мы IT-компания, которая разрабатывает, автоматизирует сферу туризма. Наш сегмент это и B2B-сегмент, это туристические агентства, это туристические операторы и так далее. И, ну, естественно, туристы это наш основной трафик, который посещает наши проекты. Вот, ежедневно наши проекты посещают более миллиона пользователей, вот, в том числе это и, конечно, больше трафик это Россия, страны СНГ, это Казахстан, Белоруссия, Украина. Вот, у нас есть несколько офисов, головной офис у нас находится в Москве, вот, у нас есть офис в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, в Киеве. Ну, надеюсь, может быть, когда-то в дальнейшем в Минске тоже откроем офис, чтобы вам удобнее было с нами работать. Все-таки немножко расскажу, кем мы являемся. Мы являемся разработчиками крупных туристических площадок, это Top Hotels, это Tour Index, Tour Poise, более детально остановимся. Top Hotels это самый популярный в Рунете каталог отелей. То есть все мы знаем, да, очень много проектов, которые предоставляют информацию по отелям. Но Top Hotels это фактически самый первый ресурс, который появился в Рунете, на российском рынке и на рынке СНГ, который предоставляет полную информацию по отелям, с описанием отелям, с отзывами по отелям. Наша посещаемость, это порядка, на данный момент, это уже около 7 миллионов уникальных пользователей, уникальных, и те, кто, в принципе, первый раз на наш проект заходит. По Минску у нас тоже, в принципе, достаточно большое количество посетителей заходит на наш проект. И, конечно, без помощи турагентства, которые нам помогают, да, и рекомендуют заходить на наш сайт и читать информацию по отелям. Для турагентства, конечно, также полезно пользоваться нашим ресурсом, потому что у нас, помимо того, что есть описание, можно напрямую связаться с отелем, задать ему какой-то вопрос, наладить контакт. Ну и, что касаемо турагентов, уже непосредственно отели предоставляют разные бонусы, которые можно получить совместно по партнерской программе. Бонусы от отелей, это и сертификаты, бронзовые, серебряные, золотые, платиновые сертификаты турагентства, которые получают, если работают через нашу площадку. Турпоиск – это народный поиск тура, это фактически ресурс, который является ресурсом для B2C сегмента, да, для туристов. Наверное, где-то 95% трафика, который посещает проект, это туристы. То есть это ресурс, который позволяет туристу задать параметр, который вы интересует по турам. Допустим, город вылет, там, Минск, Египет. Турист подбирает себе тур, он не видит туроператора, да, какова цель данного проекта – это напрямую связать туриста с турагентом. То есть мы не предоставляем информацию об операторе, мы предоставляем информацию о том, в какое агентство турист может обратиться от своего города на турпоиске. Это Туриндекс, да, наш проект тоже один из основной ресурсов, но Туриндекс, в отличие от Турпоиска, это профессиональная поисковая система, использует ее только турагентство. Для туристов доступа в данный ресурс нет, то есть это закрытая поисковая система, которая позволяет турагенту найти самый оптимальный тур для туриста. Расскажу буквально несколько функций, которые позволяют и помогают Туриндекс в работе турагента. То есть каким образом это вообще все происходит, да? Турагент заходит на сайт turindex.ru, у него есть свой логин и пароль, это платный аккаунт, вот, индивидуальный, то есть уже он у каждого турагентства свой. Мы работаем со всеми туроператорами, это в том числе по городу вылета Москва, Минск, Египет. Что касаемо Минска, у нас в принципе в базе порядка 20 операторов по городу вылета из Минска, это и операторы популярные, Coral Travel, Anx, Tour, Muzinidis и так далее. Ну и также операторы популярные среди вашей страны, это и Rosting, Intercity, TecnoStar, Time Voyage, Smoke Travel и так далее. Они все подгружаются в наши базы. Вот, поисковая система позволяет помимо стандартного поиска тура, то есть когда вы задаете параметры, видите от какого туроператора тура, данная система позволяет непосредственно перейти на сайт туроператора, причем уже с теми же параметрами, которые вы задаете в туриндексе. Сразу обозначу, да, есть несколько операторов, которые просто на сайт переводят, да, без параметров. Это Coral Travel и Sunmar, у них там небольшие изменения произошли на сайте, поэтому нам, ну, сейчас достаточно сложно вывести такую же информацию, как вы в туриндексе задаете на сайте оператора. Но что касаемо других операторов, пожалуйста, тот же самый библиоглобус, то есть сделали запрос какой-то там, не знаю, Москва, Россия, там, на двоих взрослых, вот, нашли тур, нажимаете там рядом с оператором на зеленую стрелочку, и он вас сразу переводит на этот сайт библиоглобуса с такими же параметрами, как вы в туриндексе сдавали. Или если, допустим, уже какой-то тур вас заинтересовал, есть возможность прям нажать рядом с оператором тур на сайте оператора, он вас сразу перебросит в вашу чековку, то есть в личный кабинет вы задаете логин и пароль индивидуальный от оператора, и уже сразу видите все параметры, проверяете, бронируете и так далее. Плюс в туриндексе есть дополнительный функционал, который позволяет вам проверить актуальность, она будет выглядеть как зеленая круговая стрелочка, уже более детально, кто в туриндексе будет работать, будет понимать. Вот, то есть при нажатии данного функционала вы будете видеть актуальность информации со всеми доплатами и так далее, да, от конкретного туроператора. Что еще удобно для вас, да, в работе туриндекса? Есть возможность альтернативного поиска, причем в нескольких вариантах. Альтернативный поиск есть по мультигороду, допустим, вот часто очень слышу с коллегами, которые работают из Минска, они говорят, вот у нас туристы вылетают в Египет, кто-то смотрит из Минска, кто-то смотрит из Киева, да, вылет, допустим, причем из Киева там на 500 долларов дороже получается, в смысле дешевле наоборот. Вот, поэтому туриндекс, он позволяет вам выбрать несколько городов в Египет одновременно, то есть, допустим, это Минск и Киев, и по определенной стране. И тем самым у вас подгружаются единые результаты поиска, которые вам позволяют, ну, оценивать ситуацию на рынке, да, по ценовой политике. То есть, чтобы вы уже примерно там своего туриста ориентировали, откуда ему выгоднее будет полететь. Причем по мультигороду нет ограничений, вы можете выбрать там хоть 5-6 городов, как вам уже на самом деле удобно. То же самое альтернативный поиск. Но альтернативный поиск, он уже более расширенный, то есть он позволяет вам заменить не только город вылета, но и страну, и размещение. Допустим, приходит турист, говорит, я рассматриваю на двоих с одним ребенком в Египет из Минска. Потом что-то подумал-подумал, говорит, а посмотрите, может быть, в Турцию. И вы при помощи одного клика нажимаете на страну, меняете страну, и у вас открывается новая вкладка точно с такими же параметрами, как вы задавали по Египту, но по Турции. Тем самым у вас будет по другой две вкладки по тем же параметрам, которые вы уже можете сравнивать. Это очень удобно для работы, сокращать ваше время. Ну и еще один такой важный функционал, который я обозначу, система Tool Index интегрирует Stop Hotels, которая позволяет вам сразу же почитать все отзывы по отелю, плюс вы можете выставить рейтинг определенный, допустим, рейтинг 3, и он вам будет показывать отели по Тут Котл с рейтингом 3 и выше. И есть уже более детальная информация по конкретному отелю, не только именно информационная, но и касаемо стоимости. То есть по конкретному отелю вы можете посмотреть свободные даты в отеле, открыть любой календарь на любой месяц, и вам система покажет наиболее выгодную стоимость, от какого-то оператора и так далее. Есть уже предложения, выгодные в зависимости от продолжительности тура, даты вылета и так далее. То есть это именно профессиональный инструмент. И проект Тур Клиент, следующий, который у нас указан, это ресурс, основанный на Тур Индекс и на Топ Хотелс, по установке модулей на ваш сайт. То есть это модули, у нас идут JavaScript, это обычный код, который вы устанавливаете на определенной страничке вашего сайта, плюс он имеет большое количество функциональных настроек, то есть вы можете сделать таким образом, чтобы на вашем сайте, если турист открывает какую-то страну, допустим, там, в Египте, да, поиск сразу открывался по Египту. Вот. Если вы там с какими-то операторами не работаете, это все в личном кабинете вам позволяет сделать проект Тур Клиент по модулям. Ну и на модулях мы уже более детально с вами остановимся чуть позже. Вот несколько, да, проектов, на которых мы сегодня остановимся. Это рекламное размещение по привлечению туристов в ваше агентство и, соответственно, по модулям. Это два ресурса по привлечению туристов. Мы предлагаем размещение на площадке Топ Хотелс и Топ Поиск. Мы сделали такую небольшую сравнительную характеристику, почему именно Топ Хотелс, да, выбираем для продвижения, для привлечения туристов. Во-первых, Топ Хотелс, как я уже и говорила, это стопроцентно целевая аудитория, то есть 98% это уже такая аналитика, которой занимаемся не только мы, но и статистические данные таких ресурсов, как Rambler, Mail. Мы проводим, да, аналитику и видим, что 98% туристов, которые, в принципе, свое путешествие планируют, они в первую очередь заходят на Топ Хотелс. То есть вне зависимости, какой отель, запрос отеля идет в Яндекс или в Гугл, в любом случае на первом месте будет выходить Топ Хотелс после контекстной рекламы, понятное дело. То есть сайт уже на 100% проиндексирован по запросам, да, и имеет, в принципе, посещаемость, как я вам сказала, это порядка 6,5-7 миллионов уникальных пользователей в сутки. Что мы предлагаем по содействию привлечения туриста в ваше агентство, это размещение рекламы консультанта по отелю на проекте Топ Хотелс. Каким образом вы размещаетесь на Топ Хотелс? То есть ваш турагент может зарегистрировать карточку на Топ Хотелс абсолютно бесплатно. То есть вы заходите, нажимаете зарегистрироваться, добавляете информацию, контакты и данные, фотографии и так далее. Но вашу рекламу никто не увидит. То есть вы будете просто среди миллионов пользователей по вашему городу. Если вы хотите получать уже непосредственно туристов через наш проект, то это идет подключение на коммерческой основе услуги консультанта по отелю. Здесь я делаю небольшой такой скриншот информации, в каких разделах вы будете подгружаться. То есть их, в принципе, на главной страничке достаточно много. Турист может зайти в раздел подбор отеля турагентам. Он может зайти в раздел турагента в каталог турагентов, перейти непосредственно. Он может зайти в клуб Топ Хотелс, подбор отеля. То есть фактически любая ссылка на Топ Хотелс, она будет выводить вашего туриста на вашу рекламную кампанию. Это если мы берем главную страничку, но в основном, наверное, 80% туристов все-таки оказываются в первую очередь на отеле, нежели чем на главной страничке, потому что идет запрос поисковой системе. Консультант по продаже туров – это эффективный инструмент увеличения количества обращений туриста в ваш офис. То есть эта реклама имеет три составляющих. Это брендовая реклама. То есть если турист заходит по сайту, но он в любом случае, примерно, количество времени, какое он проводит на нашем сайте, это где-то 15-20 минут минимум. То есть если он просматривает информацию по отеле, у него постоянно будет транслироваться ваша реклама. Он уже будет видеть, это брендовая реклама, он будет видеть название вашего места, вашего менеджера. И это уже хочешь, не хочешь, но на подкорке где-то откладывается в любом случае. Вот, поэтому ваш менеджер будет проводиться в разделе «Турагенты» по вашему городу. Очень важно, что учитывается гео-таргетинг. То есть если, допустим, турист заходит из Минска, он не увидит консультантов по Москве, он увидит консультантов, которые размещаются по Минску. В том числе, конечно, и города у вас крупные, допустим, Гомель. Если по Гомелю есть консультант, да, размещается, он увидит именно консультантов по Гомелю. Если нет, то тогда увидит по Минску. Ну, а так теоретически, да, размещение идет. Но нужно проверять, потому что привязка идет к IP-адресу. Вот, то есть если у вас возникнут перед размещением какие-либо сомнения в том, что будет ли отображаться ваша реклама или нет, мы, конечно, это все перепроверяем. Вот, вывод информации идет таким образом, да, вы будете выводиться в первых позициях в разделе «Турагенты», будет выводиться ваша контактная информация, то есть фамилия и имя вашего менеджера, фотография, название вашего агентства, контактные данные и возможность вам позвонить или отправить заявку. Далее, каким образом консультант выглядит уже непосредственно в профиле отеля. То есть турист заходит на профиль отеля, у него есть несколько разделов, которые позволяют ему отправить просто заявку, да, не привязываясь в агентстве, вот, но они в любом случае, да, идут на это рекламное размещение. Ну и, конечно, это самый основной блок под фотографиями отеля, то есть визуально этот раздел сразу же бросается в глаза, к которому вы в профиль заходите. Ничего не нужно крутить, ничего не нужно прокручивать, перелистывать, сразу в отель турист заходит, сразу видит вашу рекламу. Вот выглядит она таким образом, опять же, будет название агентства, название вашего менеджера, при клике на вашего менеджера турист увидит вот такую визитную карточку, в которой вы можете заполнить информацию, то есть указать ваши контакты, как я и говорила, да, и возможность отправления заявки. Сразу, наверное, возникнет вопрос, а если мы не одни размещаемся, то как нас будут показывать? Это часто задаваемый вопрос. Смотрите, у нас есть определенные ограничения по количеству агентств по городу. Ну вот, допустим, по Минску мы будем выводить там не более 11-12 компаний, то есть есть определенные ограничения, ограничения выставляются с количеством трафика по вашему городу и с количеством заявок, которые нам поступают. То есть если это СИЗО, количество заявок увеличивается, то, соответственно, мы можем там увеличить на несколько позиций, да, возможность добавления рекламной позиции вот какого-то другого турагента. Реклама транслируется по всем странам, то есть нет никаких ограничений, а можно и только по Европе, а можно и только по Испании, к сожалению, нет, только по всем странам. То есть вне зависимости от того, где турист будет находиться, на какой стране, на каком отеле, он будет видеть вашу рекламу. Если размещается несколько турагентств, то турагенты транслируются в ротации, то есть в порядке очереди. Сначала турист заходит на одну страничку, он видит одного консультанта, на другую страничку заходит, видит другого. Одновременно туристы заходят два на сайт, видят разных консультантов. У всех равное количество показов, все размещаются на равных условиях, то есть нет такого, что кто-то демонстрируется больше, кто-то демонстрируется меньше, нет. Если там заходите, допустим, не видит свою рекламу, значит ее вижу я, или тут турист, который параллельно вместе с вами заходит. То есть у всех равное количество показов. Вот, это именно консультант по отелю. И уже перейдем непосредственно к преимуществам, да, как я озвучила. Блоги консультанта выходятся на заметных позициях сайта, то есть практически везде, где бы ни находился, блок консультанта выводится. Консультанты воспринимаются как расширенный функционал сайта, это очень важно, то есть нет никакой навязчивости, нет никакой, ничто не бросается глазами, что не мелькает, не прыгает, не моргает, не бегает, ничего. Это просто туристы уже воспринимают как, ну, дополнительный функционал сайта. То есть они уже настолько привыкли к консультанту, они его воспринимают уже просто вот как за что-то, то, что всегда должно быть на сайте, да, именно поэтому данный вид рекламы имеет такую популярность. Вот, и при выдаче блоков консультантов, как я уже говорила, учитывается гео-таргетинг, это очень важно, что вам не будут приходить заявки с других городов, вы будете получать целевых туристов по вашему городу. Стоимость размещения, я здесь указала в долларах, она будет также у нас на вот рекламных листочках, это примерная стоимость, вот мы так посчитали, в долларах в основном, ну, вообще у нас как бы идет оплата в российских рублях. Вот, ну, по оплате тоже отдельную историю, да, я потом вам расскажу, но вот, чтобы вы понимали, да, примерно сколько стоимость размещения, мы здесь и разучили. Может быть, по консультанту есть какие-то вопросы? Пока нет, да? Стесняюсь их. Ну ладно, пойдемте дальше. Есть еще один проект, это проект Турпоиск. Это поиск тура, вот аналог Туриндекса, что я вам говорила, только для туриста, но он не имеет такой расширенный функционал, что особо туристу нужно. Он зайдет, параметры задаст и отправит заявку. Больше особо ничего туристу не нужно. Проект Турпоиск работает немножко по-другому. Он не работает так, как работает Турпоиск, он размещается не по периоду времени, здесь вы работаете уже с готовыми лидами. Так вот, можно называть Минский лид, в Москве обычно заявка-заявка, а здесь как-то, а, вы продаете лиды? Вот, поэтому продажи туров на Турпоиск. Каким образом это происходит? То есть, карточка вашего агентства привязывается к городу. Если есть станция метро, то, соответственно, привязывается к станции метро. Вам создается личный кабинет, да, вот виртуальный личный кабинет с вашим логином и паролем, который вы пополняете денежным балансом. Ну, допустим, там, на 180 долларов, да, вы пополняете наш денежный баланс. И у вас есть возможность получать как входящие заявки от туристов, так и покупать самостоятельно заявки. То есть, вот как здесь я обозначила на схеме, да, вы вносите депозит и покупаете заявки от реальных туристов. Каким образом это происходит? То есть, турист заходит на Турпоиск, он задает параметры, Минск, Египет, двое взрослых, на такие-то даты, ему подгружаются результаты поиска, он видит цены, и у него такой раздел подгружается «Отправить заявку, больше ничего». Нажимает на «Отправить заявку», и уже у него автоматически подгружается, выберите, в каком вы городе. Ну, как правило, геотаргетинг здесь тоже работает, то есть, он, как бы, уже система ему показывает, да, что вы в Минске находитесь или нет. Вот, и, соответственно, он выбирает, если не в Минске, вручную у него есть выбор города, он выбирает город, и у него открывается агентство по данному городу или по данной станции метро. То есть, если в Минске он видит агентство, и уже сам выбирает и отправляет вам заявку. Вот, это в случае поступления входящих заявок. Входящая заявка ваше агентство стоит фиксировано. Она стоит 500 российских рублей. Ну, чтобы вы примерно понимали, это где-то около 8 долларов, да, если мы в долларах переводим, чтобы вы понимали. Вот, входящую заявку вы получаете, и уже вне зависимости от того, какая вам пришла заявка, вам нужно будет с этим туристом работать. То есть, основная цель проекта – это передача вам контактов потенциального туриста. Сразу возникает вопрос, а если мы получили заявку, дозвониться до него не можем? Или, а если мы получили заявку, а вот турист недоступен или номер вообще какой-то некорректный? Вот, это еще такие мелочи. Бывает еще часто такое, что вот турист отправляет заявку, и он звонит просто проконсультироваться, он тур уже купил где-то, да, просто задает вопрос. То в личном кабинете, если вы своевременно взяли в работу заявку, это в течение получаса по вашему рабочему графику, допустим, работаете вы с 10 часов до 10.30, если вы взяли заявку, у вас есть целые сумки, чтобы отправить жалобу на данную заявку. Там есть 8 пунктов, ну, примерно, которые я вам уже озвучила, уже другие пункты, вы уже там отдельно, да, ознакомитесь с ними. Вы выбираете соответствующий пункт, допустим, турист недоступен или по указанному номеру не удалось связаться. Отправляете жалобу, у нас есть отдел рекламации, который ее рассматривает. Если, соответственно, наш отдел рекламации тоже не может дозвониться до туриста, они вам возвращают обратно деньги за заявку, вот. Поняли, да, примерно принцип, как работает? Вот, но не для всех агентств подходит такая схема, потому что, ну, бывает там даже крупные, некрупные агентства, неважно, вы там находитесь с туристом и не успели вовремя выключить заявки, а заявки нападали, деньги не списались, а вы связаться с ним не могли. Вот, в течение получаса заявку не взяли и получается так, что уже и жалобу отправить на заявку не можете, да, то есть ничего сделать заявку не можете. В этом случае в личном кабинете есть кнопка, называется «включение заявок». Она вам позволяет ограничивать поток входящих заявок в ваше агентство. Кто-то временно отключает заявки, кто-то навсегда отключает заявки и покупает сам заявки. Для нас не принципиально. Для нас самое важное, чтобы вы заявки брали в работу, чтобы с туристом связывались, чтобы турист был доволен качеством услуги и так далее. Потому что это влияет не только на репутацию Туп Хотелс, Туп Возг, да, по большей части. Хотя там многие нам говорят, вот вы переживаете только о том, что ваша репутация страдает. Нет, мы не переживаем о том, что репутация страдает. Репутацию уже на протяжении 15 лет мы заработали. Мы переживаем, что данный турист, с которым не связались в течение получаса, он потом не придет к нам на проект и больше не отправит своих друзей к нам на проект. А если турист не придет на проект, то турогенство нет смысла размещаться, потому что туристы не будут пользоваться с нашим ресурсом. То есть все взаимосвязано. Поэтому отдельно, да, я хотела бы остановиться на возможности покупки заявок. Может быть не совсем хорошо видно, но таким образом выглядит личный кабинет, а именно биржа заявок. Биржа заявок позволяет вам даже при выключенном, входящем потоке заявок покупать заявки. Делается это очень просто. Мы настраиваем уведомление о поступлении таких заявок. Уведомление настраивается на ваш e-mail, который вы хотели бы, да, для получения, и по вашему городу. Ну, допустим, вы хотите поставить там, хочу получать уведомление МИС, ГОБИ, Могилев, допустим. И когда заявка новая поступает у туриста, вам на почту и еще приходит пуш-уведомление, это в браузере. Приходит уведомление, что по вашему городу пришла новая заявка. Посмотрите. Вы переходите вот в такой вот личный кабинет и будете видеть всю информацию. Здесь, может, плохо видно, вот здесь будет указана стоимость заявки. Вот. Это параметры и кнопка подробности. Подробности нажимаете, будете видеть всю информацию по заявке. То есть параметры, которые турист выбрал, на какие даты, от какого туроператора. Ну, не все заявки с туроператором, да, есть еще несколько форм, когда турист в свободной форме отправляет заявку. Но в основном, да, с корператором. То есть видите подробности, также еще у нас погружается история поиска туриста. История поиска позволяет вам предложить какие-то альтернативные варианты для туриста. Потому что, ну, допустим, он посмотрел Египет, его что-то не устроило. Вы посмотрели в его истории поиска. Ага, он смотрел еще отели Турции, смотрел еще там отели Испании, допустим. Примерно будете видеть, на какой бюджет он рассчитывает. Это вам прям всю систему покажет, на какой бюджет ориентировался турист. Вот, и уже будете предлагать какие-то альтернативные варианты. Вот, заходите в подробности, понравилась цена, понравилась заявка, нажимаете купить. Заявку покупаете, она сразу горит в личном кабинете серым цветом. И уже другое турагентство эту заявку купить не сможет. Если у кого-то какие-то сомнения возникают, да, я индивидуально предоставляю доступ в личный кабинет, это доступ по демо-версии. Он такой же, единственное, что вы просто заявку купить не сможете. Но туда приходят прям реальные заявки, которые туристы отправляют. Чтобы вы понимали, там будут и серые заявки, которые уже купить нельзя, да, нет возможности. И новые заявки. Вот, тем самым вы уже не турист вас выбирает, а вы сами выбираете туриста, который хотели бы купить. Потому что за адекватность туриста сложно отвечать. Вот, бывают такие случаи, присылать турист на Мальдиве за какие-то копейки, да. То есть, если вам такая входящая заявка придет, ну, конечно, обидно, да, он не понимает, вообще не оценивает ситуацию, да, сколько ему нужно денег потратить по данной стране. А когда вы уже сами видите заявку, вы уже примерно понимаете, что там турист, там в адеквате рынок хорошо оценивает, можно купить, поработать и так далее. Вот, и это именно биржи. Все списывается с вашего баланса, баланс закончился, понравилось работать с заявками, пополнили дальше баланс, там прямо в личном кабинете есть интернет-эквариинга, оплата картой. Вы сразу с картой можете оплатить, даже если меня в офисе нет, допустим, да, у нас выходные, вы сразу пополняете баланс и работаете уже независимо от менеджера, который вас курирует. Вот, это именно работа с заявками и распространение рекламации, то есть отправление жалоб на заявку точно такая же, как с входящими заявками. Не дозвонились до туриста, сразу отправили жалобу, да, ну там не сразу полдня дайте туристу, мало ли, какая ситуация, вот. Там купил он уже тур где-то в другом турагентстве, пожалуйста, отправляйте жалобу, будем рассматривать. То есть мы в этом плане достаточно лояльны, но, естественно, конечно, у нас там и хитрые случаи тоже бывают, вот, поэтому ну, все, все проверяется, все проверяется. Бывало такое в Москве у нас, что другие турагентства отправляют заявки в другие турагентства, чтобы им подборку тура сделали, вот, вроде как ничего не заметили, а потом в почту заходят, а там логотип, полотан тур, к примеру, они такие, оп, турагент. Ну, это уже какое-то нестандартное решение, если вдруг что-то такое прям возникает, нестандартное, то вы уже с вашим курирующим менеджером связываетесь, конечно, там в вашу пользу этот вопрос решите, деньги вам вернут. Вот, то есть это работа с заявками. Единственный минус, который для вас может быть, это то, что здесь информация идет в российских рублях. Но я руководству передам, что-нибудь придумаю, чтобы вам было удобно с ним работать. Но на самом деле конверсия хорошая. Конверсия хорошая именно, когда в бирже покупаете заявки, потому что, во-первых, оперативно с туристом связываетесь, во-вторых, видите, какую заявку берете. И в среднем, вот по данному виду рекламы, это где-то 30% конверсии. То есть каждая третья заявка – это бронь. Поэтому, что позволяет система, да, еще также есть интеграция с проектом Туриндекс, то есть вы сразу еще даже не купив заявку, можете нажать «Найти тур в Туриндексе», и он вам сразу даже альтернативный вариант предложит. Ну, если что, цену можете проверить, потому что, ну, мы, конечно, говорим о том, что, да, ну, так и есть, да, у нас система работает на парсинге, у нас все обновляется сразу, все цены с сайтов туроператора. Но бывает разный сбой, там, сайт туроператора перезагружен, или еще какая-то ситуация возникает на сайте оператора или с нашим проектом. Вот, поэтому вы все сразу можете в режиме реального времени проверить. Это, что касаемо турпоиска. Ну, как я уже озвучила, да, плюсы для турагентства, то, что заявка уникальна, она приходит в другое турагентство, и ее уже другое турагентство купить не сможет. Заявка таргетирована, то есть, заявка, опять же, если входящая, получается только по вашему городу. Кстати, есть такой пункт, если турист отправил с другого города, допустим, в заявку, ему неудобно оплачивать переводом, и онлайн с вами работать, вы тоже можете отправить на нее жалобу. Ну, такие ситуации возникают иногда. Турист отправляет заявку самостоятельно, турагент получает заявку только тогда, когда сам готов ее обработать, то есть, регулируете входящий, исходящий поток заявок, то есть, когда хотите, тогда работайте с заявками. Возможно посмотреть заявку до ее покупки, забрать самостоятельно, ну, и окупаемость рекламы, то есть, примерно, да, одну-две заявки вы забронируете, и мы уже полностью ваше вложение на рекламу купили. Ну, и здесь я привела вот минимальная, как у нас идет подключение, это 180 долларов, ну, это в российских рублях где-то 20 тысяч рублей. Вы выполняете баланс, то есть, дополнительно за размещение и так далее, на чего не платите, это полностью баланс, который вы расходуете на заявки. Вот, абсолютно полностью. И далее приступим к такому тоже важному ресурсу, потому что размещение на туристических площадках это хороший функционал, но также есть еще функционал, который позволяет уже вам дополнительный трафик туристов, да, ваше агентство привлекать, это ваш сайт. Вот. Ну, как я заметила, в Беларуси проблемы с сайтами нет, практически у каждого турагентства сайт уже разработан, вот, в отличие от России, потому что очень часто сталкиваемся с тем, что сайты не делали, видимо, до вас осознание быстро пришло о том, что сайт, конечно, это очень важный функционал для турагентства, потому что все очень здорово в плане рекламы, там, и радио, и, там, допустим, газеты, социальные сети, все, конечно, очень здорово, но есть очень важный рынок, это рынок сети интернет, и если у вас не будет сайта, то вы просто с вашими конкурентами, ну, не конкурируете, да, в этой области, если у вас нет сайта, даже хотя бы элементарного для того, чтобы туристу минимум посмотреть ваши контакты, да, и уже, соответственно, там, подобрать тур на вашем сайте. Вот мы на Тупкотл сделали небольшой такой анализ, результат, да, такой опрос среди туристов, что для них важно, и вот практически половина процентов, да, 50% туристов, они предпочитают искать тур уже на сайте туристической компании. Ну, и для вас это плюс, да, то есть вы туристы можете отправить на бесплатные какие-то поисковики, но там есть уже реклама, то есть не факт, что он к вам вернется, он может туда пойдет, в это туристическое агентство, вот, а если у вас на сайте уже есть поиск тура, вы туристы отправили-ка вам на сайт, он уже на вашем сайте останется, посмотрите, выберет и уже вам заявку отправит. Далее, где-то 78% туристов предпочитают на сайте несколько модулей, это как минимум поиск Тора, каталог отелей и отзывы об отелях, да, и по мнению 65% туристов они считают, что отсутствие сайта, это не национальный сайт, свидетельствует о низком уровне туристической компании, но это правда, и это можно отнести не только к туризму, абсолютно к любой сфере, даже вне зависимости от возраста, в первую очередь, если мы выбираем какой-то продукт или услугу, конечно, мы заходим в интернет сейчас, да, и в первую очередь пробиваем, просматриваем в интернете, поэтому сайт это достаточно важный ресурс. Модули наши идут, да, на базе проекта Тур Индекс, и что вы получаете с модулями, да, когда приобретаете, это время на продажу, а не на консультации, то есть фактически сайт это сотрудник, который работает на вас 24 часа в сутки, ну и в том числе поиск Тора, то есть если даже вы заняты с туристом, туристы на сайт отправили, он уже на сайте на вашем что-то посмотрел, отправил вам заявку. Сотрудников, которые не могут запалеть или устать, ну это правда, то есть это как дополнительный сотрудник в вашем агентстве, да, если есть поиск Тора на сайте. Экономию на самостоятельной разработке и поддержке в нашем модуле позволяет, да, есть очень много туристических компаний, которые создают какой-то свой индивидуальный ресурс по подбору Тора, но это, как правило, ограничивается несколькими туроператорами, это должен постоянно программист в штате, да, который занимается обеспечением там вашего сайта и так далее, вот, ну это достаточно затратно, затратно даже для сети агента, да, для крупной, то есть не говоря уже там обычным турагентом, двумя менеджерами и так далее, вот, ну и рост числа заявок от посетителей сайта, вот, что удобно тоже, да, в модуле можно отслеживать определенную конверсию, если у вас на сайте Яндекс.Метрика стоит, вы уже будете видеть, как туристы ваши посещают, какие разделы сайта, в том числе и модуль, на чем устанавливаются и так далее, ну и там, почему отправлялись только по заявкам, то есть это все отображается, как я уже и говорила, да, что туристы ожидают видеть на вашем сайте, это информация в основном по турам, да, самое важное, для чего турист приходит на сайт турагентства, информацию по отелям, ну и информацию по странам, да, потому что с какой-то страной незнакомые, нужно будет такую информацию на сайте турагентства почитать, вот, и давайте немножко остановимся, наши модули, они разбиты по блокам, то есть у нас есть несколько сервисов, каждый сервис, который вы приобретаете, вы покупаете не один поиск тура, а сразу комплект модулей, каждый комплект модулей сопровождается модулями, которые можно установить в социальной сети, то есть если вы купили поисковый сервис или рекламный сервис, в любом случае в эту стоимость будет входить еще два модуля, которые устанавливают в социальной сети, это модуль устанавливается вконтакте на страничку, да, на публичную страничку или в группу. И модуль Facebook. Опять же, модуль Facebook там только на публичную страничку он устанавливается. Что касаемо поискового сервиса, что входит в комплект, это будет у вас поиск тура по всем туроператорам с базой проекта TourIndex и будет входить стоимость в календарь минимальных цен. Касаемо поиска тура, помимо TourIndex будет еще база проекта TubeKotels, то есть если турист ваш видит результаты, он, во-первых, видит фотографию отеля, уже сразу живая фотография, фотография подтягивается либо с тех фотографий, которые турист добавлял на данный отель, либо уже модераторы сайта отеля уже кто добавляли, эта информация подгружается. И при длительном названии отеля турист будет видеть всю информацию, как на TubeKotels, только в сокращенном виде у вас на сайте. Переходов на TubeKotels нет никаких. Даже если турист на логотип TubeKotels нажмет, он все равно на TubeKotels не перейдет. Тем самым наши модули, они не уходят в трафик с вашего сайта, они оставляют туриста на вашем сайте. Он может почитать отзывы, может посмотреть отели, может там все что угодно, информация, вплоть до того, что если он нажмет на какой-то отель, ему информация еще подгрузится о отелях, которые рекомендуют, то есть те, которые туристы еще вместе с этим отелем просматривают. Это очень важно, чтобы ориентироваться уже. Что касаемо поиска тура, также, как я уже ранее вам говорила, для каждого модуля есть личный кабинет, который вам позволяет делать настройки. Есть настройки по ограничениям. Это ограничения по городам вылета, чтобы у вас не открывались все сразу города вылета у туриста. Вы можете самые основные города выбрать, 5-6 городов, и уже турист из этого списка будет выбирать. То же самое по странам. Есть у нас полный перечень стран, то есть весь словарик. Если какие-то страны вам не нужны, вы их в личном кабинете ограничиваете. Но и самое важное, это туроператор. То есть туроператоры у нас подгружаются все, их в целом более 150 операторов. По городу вылета Москва, Минск, Санкт-Петербург и так далее. Вы можете выбрать круг операторов, с которыми вы работаете, или можете выбрать всех операторов, кроме... Ну вот, допустим, в России популярно всех, кроме интервел-столешники. Или там все, кроме там субагента какие-то, да? То есть, ну, бывает такое, потому что интервел-столешники дают самые низкие цены на туры. Турагентов это очень смущает, потому что, когда они в чековку переходят, там еще куча всяких доплат, хватается за голову. Нет, все, ограничиваем. Поэтому вы можете в личном кабинете их настраивать. Плюс, что популярно еще для тех агентств, которые еще дополнительно работают как туроператоры, да, по каким-то направлениям. Ну, допустим, вы запустили какое-то направление одно, Болгария, да? Вот, и хотели бы, чтобы туры, если турист выбирает на вашем сайте по Болгарии, только ваши туры подгружались. В личном кабинете есть настройка страна-оператор. Вот, и вы можете ограничить, что по Болгарии будет только такой-то оператор, там, Ростин, допустим, да? Вот, то есть, это все в личном кабинете настраивается. Помимо этого, вывод валюты идет, вы можете выбрать по умолчанию одну валюту, допустим, белорусский рубль, и вы можете две раскладки выбрать. Либо только одна валюта, либо валюта ваша и валюта тура. Ну, вот, в основном выбирают ваша и тура. То есть, по умолчанию белорусский рубль, и ниже, там, допустим, если это Европа, это евро, если там это Турция, предположим, это доллар. Это тоже очень удобно. И в личном кабинете есть настройки по скидке и наценке. То есть, вы можете делать определенные скидки на туры. Причем, скидка, она прям такая отображается красиво, там, цена перечеркивается, проценты, вау, налетайте. Вот, ну, и, соответственно, наценку ее уже никто не увидит, то есть, вы там можете как-то играть и так далее. И, что тоже немаловажно, очень много промо-прайсов стало, да, и туров с пониженной комиссией для турагентства. Это все в личном кабинете вы тоже можете регулировать. То есть, делать наценку на промо-прайс, вот, или там пониженный кабинет, это все как бы в личном кабинете фигурирует. Это, что касаемо функциональных настройок, то есть, понятно, там город вылит и выбираетесь, но также визуальные настройки тоже есть. Во-первых, и форм много, то есть, есть вертикальные формы, горизонтальные, есть желтые, красные, синие, зеленые, а есть уже настройка для программистов, где можно уже по конкретному коду поставить, модуль раскрасить, или уже там цехс настройки, там, ну, прям вообще все в вашем сайте сделать. То есть, это уже по вашему желанию. Но наши менеджеры, кто курирует вас, они, как правило, в этом помогают, уже в стилистике сайта делают. Чуть-чуть остановлюсь на календаре. Это тоже очень важный ресурс, он входит в стоимость. Календарь туров – это турист заходит к вам на сайт, и вы можете на главную страничку поставить, это будут сразу минимальные цены по всем странам. То есть, ну, вот часто так бывает, даже у меня, допустим, я еще не знаю, куда я хочу полететь, еще как бы, ну, даже не предполагаю, даже ценовую политику не знаю на туры. Я захожу к вам на сайт, ага, вижу, что самые выгодные туры в Турцию, в Египет, в Болгарию. Я могу нажать на любую страну, допустим, на Болгарию. У меня открывается календарь на ближайший месяц, но я могу выбрать другой месяц, то есть уже не важно. И я вижу, что, допустим, на 29 апреля самая выгодная стоимость. Я нажимаю на 29 апреля, у меня переходит на поисковик. И уже по поиску, да, поиск уже подгрузит все результаты от всех отелей, от всех туроператоров и так далее. Ну, оператор, естественно, турист не видит. Оператора будете видеть только вы, когда вам приходит заявка или в Туриндексе. Или еще в форме заказа есть уникальный идентификатор, ID номер тура, который вы можете скопировать, или там туристу сказать, какой тур вы смотрели по ID-шнику, посмотрите, они вам диктуют. Вы в Туриндексе этот ID задали, и вам сразу этот тур открывается. И вы на сайте туроператора раз, забронировали все, туристы отправили. Вот. Ну и поиск туров ВКонтакте и Фейсбук аналогично, да. Не планируется добавлять украинского оператора в Туриндексе? Он есть у нас. А есть? Да, конечно. У нас вот есть офис в Киеве, поэтому модули у нас тоже очень много. Компания Туриндексе в Киеве используют в нашем модуле. И в том числе, да, если турист из Киева, это все, да, это все в модуле КП есть. Есть у нас рекламный сервис, он уже отвечает за горячее направление на вашем сайте. Это витрина туров, это аналог горячих туров, туры компании, слайдер и витрина туров ВКонтакте и Фейсбук. Что касаемо витрины туров, чем она отличается от календаря, да, который был в поисковом сервисе? У витрины туров, у нее большее количество настроек. То есть, во-первых, вы витрину туров по умолчанию настраиваете по городу вылета, и у вас есть две настройки. Вы можете настроить витрину туров по одной стране, допустим, чтобы минимальные цены только по Болгарии выходили, или можете выбрать цены на разные страны. Причем можете выбрать в личном кабинете, чтобы одной страны было не более двух блоков или там трех блоков. Плюс в витрину туров можно выбрать определенные страны. То есть, То есть вы можете прям по всем странам, но в основном там подтягивается Грузия, там вот все, да, что минимальные цены какие-то есть. Но вы можете выбрать, то есть ряд стран, по которым витрину хотели бы настроить, и уже, соответственно, они будут подгружаться. Плюс витрина туров, как и поиск тура, имеет разбивку по странам. Вы можете, вот, допустим, у вас есть перечень стран на сайте, все-все-все, и вы в личном кабинете можете сделать так, что, вот, допустим, турист заходит в Египет на вашем сайте, он видит поиск тура по Египту и горячие предложения сразу по Египту. Или заходит в Турцию, и сразу там поиск тура в Турцию и горячие туры по Турции. То есть витрина туров, она позволяет сделать разбивку, календарь не позволяет. То есть в этом, конечно, большое преимущество витрины туров. Опять же, витрину туров можно сделать таким образом, чтобы у вас выходили определенные категории отелей, то есть там только четверки, пятерки или тройки, четверки, пятерки. Вот, и, ну, то есть витрина туров в этом плане гораздо гибкая, нежели чем календарь туров. Ну и визуальных форм, понятное дело, тоже очень много. Кстати, очень важный момент, который я не озвучила, как поиск тура, так и витрина туров, они мобильно адаптивные. То есть если сайт у вас имеет мобильную версию, вы в личном кабинете можете настроить любое, под любое расширение экрана. Под планшеты, под телефоны. Хочу, чтобы на телефоне вот такая форма погружалась. На планшете такая, на ноутбуке такая, на стационарном компьютере такая. То есть это все не оплачивается дополнительно, это все входит в стоимость, и в личном кабинете с вами настраивается. Если сами не можете, мы настроим без проблем. Туры компании, да, а, кстати, ну вот модуль Тубкоттлс, он везде присутствует, то есть если в витрине туров туристный отель нажмет, он тоже модуль Тубкоттлс увидит. Туры компании, это модуль, который позволяет вам заносить свои предложения. То есть если у вас есть какие-то свои, может быть, горнолыжные туры, там, экскурсионные предложения, там, дайвинг-туры и так далее, вы можете их носить в модуль Туры компании. Фактически это просто ресурс, который приводит ваши туры в красивую оболочку. Имеет форму заказа, да, и уже турист, когда заявку оправляет, вы будете видеть, с какого ресурса он отправил. Слайдер туров, это те же горячие туры, только в большой картинке. Обычно там на главную страничку, да, заходим, слайдер такой перелистывается красивый, и минимальная цена подтягивается. Вот минимальная цена, она как раз автоматически подтягивается с туриндекса, да, со всех сайтов туроператора. Вот такая же свайдер имеет несколько настроек, поэтому тоже очень красивое такое горячее предложение. Ну и витрина туров, которая устанавливается ВКонтакте и Фейсбук также, да, дублируется. Отельный сервис. Отельный сервис – это для тех компаний, кто хотел бы на своем сайте разместить отдельно отельную базу. Опять же, повторяюсь, в поиске туров, в горячих турах, везде есть информация по тут-коттамсу. Но отельный сервис позволяет отдельно вынести информацию по всем отелям. Причем вы можете сами регулировать, хотели бы вы, чтобы этот модуль переходил на поиск тура. Вот здесь есть такая кнопочка полезная, подобрать тур в отель красным, она выделена, может быть, плохо видно. То есть турист может зайти, посмотреть отели по какой-то стране, вот, почитать что-то, ознакомиться. Если ему отель понравился, он может нажать подобрать тур в отель и сразу на поиск тура перейдет. Или вы можете эту кнопочку убрать, просто отправить информацию. Это актуально для тех, допустим, кто не ставит себе поиск тура на сайт, просто хочет поставить каталог отелей по тут-коттамсу. Можно будет такой функционал использовать. Ну и в дополнение они тоже, конечно, прекрасно работают. Свободная форма заявки, ну это понятно. И история поиска туриста тоже очень интересный модуль. Это модуль, который преследует туриста, назовем так. То есть, допустим, турист был на тут-коттамс или на вашем сайте, он посмотрел несколько отелей, потом на вашем сайте на главную страничку зашел, он случайно там, да, или там целенаправленно. У него будет подборожаться информация, что вы просматривали эти отели. Вы ранее интересовались этими отелями. Что очень круто, что, допустим, даже турист, если на вашем сайте еще ни разу не был, он был на Туркоттлс, допустим, или на Туркпоиск отелей смотрел. Вот, он если несколько отелей просмотрел, вы ему такие, ну зайдите ко мне на сайт, да, берите тур, он там на сайт заходит, ему, ага, вы просматривали эти отели. То есть, это вот такой функционал тоже очень удобный, полезный, интересный. Потому что, как правило, турист очень так, в таком сомнении находится, вот, а мы ему напоминаем, что вам, вы можете вернуться, и, в принципе, с этого очень хорошая конвертия. Так, и последний сервис, он, в принципе, уникальный, ну, понятно, отельный сервис Туркоттлс уникальный, но страноведение вообще не имеет, он был вообще очень крутой модуль. Страноведение – это модуль по всем странам, абсолютно. Информация автоматически обновляемая. Понятное дело, есть агентства, которые сами заполняют контент по странам. Но, сами понимаете, сегодня информация – это свежая, завтра она уже не свежая, что-то могло поменяться. Вот, этот модуль автоматически обновляемый. Информация идет с нашего проекта «Рутревлер». Это, «Рутревлер» – это своего рода такая социальная сеть для туристов, они там делятся впечатлениями, там есть наша база стандартная, там по странам, которые мы постоянно модерируем и редактируем. Ну, еще и также туристы добавляют новые какие-то места, фотографии и так далее. Что позволяет этот модуль? Турист на вашем сайте может посмотреть информацию по любой стране, ну, даже самую простую и стандартную информацию там, допустим, заходит в Белоруссию, да, в Минск, может посмотреть, какие у вас есть достопримечательности и так далее. Вот. Ну, что еще позволяет этот модуль помимо стандартной информации? Там есть и погода, там есть и интересные места, и что находится с вами рядом, и какая температура примерно, в какой день. То есть это очень актуально, допустим, там для курортных уже каких-то направлений, там Турции, Гиппи, там примерный график уже с температурой, чтобы турист понимал, да, в какой период времени ему лететь. То есть это прямо полноценная информация по странам. Новости туризма – это автоматически обновляемый модуль, который погружает свежие новости на вашем сайте. То есть там на сегодняшний день по новости туризма. Ну, это как-то сопутствующий, да? Ну, и противодитель ВКонтакте и Фейсбука. Вот. Это все модули, которые у нас присутствуют. Они идут в комплектах. В комплекты можно брать там сервисы вместе, можно какой-то отдельный сервис. Если вместе модули берете, там еще идет дополнительная скидка в зависимости от сервисов, которые вы приобретаете. Вот. Здесь указана примерно стоимость. Я вам сейчас скажу тоже еще в долларах. Если мы берем поисковый сервис, он, в принципе, самый дорогой, да, сервис, будем откровенны, из тех, которые у нас присутствуют. Вот. Примерно его стоимость – это 413 долларов в год, да, обслуживание – это 4 модуля вы получаете. И плюс у нас идет на данный момент в период выставки, бонус, мы предоставляем доступ в туриндекс, в подарок. Так отдельно туриндекс у нас отдельно оплачивается. То есть вы можете его подключить вне зависимости от того, вы будете ли вы использовать наши модули или нет. Но если модули наши ставите, то туриндекс получаете в подарок для вашего использования. Вот. Если хотели бы, допустим, тоже такая ситуация возникает, но нет там в социальных сетях, да, группы каких-то еще не создавали, в календаре туров так поразмыслили тоже, в принципе, пока еще не готовы, да, можно купить просто модуль поиска или просто горячие туры. На них уже там отдельный прайс есть, единственное, что он идет только на годовое обслуживание. Поиск тура на годовом обслуживании на год у нас где-то 330 долларов примерно, это 19 тысяч в российских рублях. Витрина туров, ну, даже меньше 200 долларов, где-то порядка 170. Витрина входит, да? Витрина входит в рекламный сервис, горячие туры. Поисковый – это поиск тура, календарь туров, поиск тура ВКонтакте, Фейсбук. Путеводитель, ну, в страноведении, да, это путеводитель новости туризма, путеводитель ВКонтакте, Фейсбук. Отельный сервис – это каталог отелей, история поиска туриста свободной формы и социальные сети. И рекламный сервис – это горячие туры, слайдер туров, горячие туры ВКонтакте, Фейсбук и туры компании. То есть вы можете уже как бы комбинировать, выбрать туры, которые вам нужен. Плюс еще, если, допустим, вы еще не уверены, да, хотели бы на сайт поставить или нет, есть демо-версия, пожалуйста, бесплатно в течение 10 дней. Вот, либо наша компания может вам поставить модули, тоже бесплатно, да, протестируйте. Либо, если у вас уже есть программисты зачастую, он есть, да, человек, который сайт ведет, ну, или, может быть, нет. Вот, то мы готовим уже скрипты, да, ваши, и отправляем, вы их устанавливаете, там, программист, если есть какие-то вопросы, он может с нами связаться, мы поможем и так далее в настройке. И в течение 10 дней и Туриндекс можно протестировать бесплатно и посмотреть, как модуль будет работать на вашем сайте. Заявка, естественно, которую турист отправляет, она приходит вам на почту. И модули, они тоже уникальны, то есть не будет такого, что вашим оплаченным доступом кто-то другой, да, будет пользоваться. У вас есть уникальный скрипт, вот, он ограничен по доменному имени. Даже если у вас будет два сайта на разных доменах, там, допустим, тут.бай, там, туры.бай, модуль будет работать только на одном домене. Есть ограничения по доменам, это правило безопасности, то есть вы не переживайте о том, что кто-то ваш модуль будет еще использовать. Вот, это что касаемо модулей. Ну, и так, вкратце, вот, немножко, да, расскажу. Мы еще разрабатываем сайты, сайты разрабатываем уже на протяжении 13 лет. Это у нас большое портфолио на протяжении, там, около трех тысяч сайтов, которые мы разрабатываем. Как правило, сайты раньше мы делали на базе мод.x, да, это бесплатная система. Ну, здесь тоже много кто делает, там, мод.x сайты. Вот, и, конечно, раньше у нас были тарифы уже с админкой, то есть турагенты сами заполняли сайты, странички создавали дополнительные, SEO продвигали сайты и так далее. Но сейчас, по практике, даже уже на протяжении того времени, сколько я работаю, много турагентств отказываются от сайта по той простой причине, что они просто, ну, не успевают работать с сайтом, нет времени. Либо, там, по разным причинам, да, то есть бывает такое, что вот сайт сделали с турагентством в прошлом году, сколько денег за него вообще платили, столько сил вложено, моих было в этот сайт. Вот, заходишь, а у них информация прошлогодняя. Ты им звонишь, говоришь, ну, как так, ну, сколько старались, а они, ну, нет времени, туристы, там, Египет еще из Москвы открывает, конкуренция. Ну, в общем, поэтому мы придумали такое решение, которое позволяет иметь в то же время сайт по дешевой цене, вот. Вот, сайт этот имеет стоимость 215 долларов, то есть он сейчас идет на акции у нас, 50% скидка, вот, ну, в рублях, да, это 12 тысяч рублей. Это небольшая сумма, как вы заметили, что эта стоимость даже дешевле модуля поиска отдельно на ваш сайт. Но здесь, конечно, есть ограничения, не все так просто, как кажется. Сайт идет уже с мобильной версией, это плюс. То есть если турист открывает ваш сайт там с мобильного телефона, с планшета, у него будет корректно подгружаться вся информация, сайт адаптивен. На сайте меняются все ваши контакты, там, номера телефона, почты, описание вашей компании, виджеты на социальные сети, там, ВКонтакте, Телеграм, Фейсбук, Одноклассники и так далее. Вот, опять же, адрес вашего сайта, то есть это все меняется. Фоновая картинка на сайте тоже меняется, у нас порядка тысячи уже готовых картинок, которые именно этому сайту нужны, да, вот, которые именно отвечают потребностям данного сайта. Вы можете выбрать любую, какая вам понравится. Если у вас есть уже определенный фирменный стиль в компании, допустим, цветовая гамма или там логотип уже готовый, мы это на сайт устанавливаем, не проблема. Но сайт имеет определенную структуру, сайт фактически завязан на поисковиках, то есть там есть стандартный поиск тура, да, по параметрам, которые мы сейчас видели. Там есть поиск отеля, то есть турист может прям конкретный отель задать и уже по нему будет видеть результаты поиска. И там есть подборки, да, то есть турист может выбрать сразу несколько стран и по ним отслеживать минимальные цены. Ну и на главной страничке наша компания автоматически обновляет подборки по странам по сезону, да, в зависимости от сезона. Там есть подборки Карибский бассейн, там Азия восточный, юго-западный, ну, то есть вот это все меняется без вашего участия. Есть только один редактируемый раздел, который позволяет турагенту вносить новость, да, он называется подборки предложения. Туда вы вносите новость в виде коротких твитов, это где-то 300 символов, и можете указать ссылку на любой ресурс. Допустим, там на YouTube или там на вашу группу ВКонтакте, что, кстати, тоже плюс, с поиска тура можно сразу поделиться во все социальные сети, да, информацией. Чтобы вам одновременно не ввести и группу ВКонтакте, и сайт, вот, вы можете нажать кнопочку «Поделиться» и сразу попадет в вашу социальную сеть. Да, вот, поэтому у вас есть, как бы, только один редактируемый раздел, который вы можете заполнять. Все остальное, да, то есть установка каких-то сторонних скриптов, там, допустим, по Авиа билетам или туры по России, да, на сайте не подразумевает, потому что он фактически не имеет админки. То есть он на облегченной платформе разработан, да, это наша разработка, да, наша самостоятельная. Вот, но в этом тоже есть плюс, потому что, вот, допустим, ModX, да, вот ту платформу, с которой мы раньше работали, она периодически подвергается вирусным атакам. И возникает такая ситуация, что сайт может просто отрубиться, потому что на него проник вирус. Вот, этот вариант сайта, на него невозможно проникнуть вирусу, потому что ему некуда просто попадать. Вот, поэтому сайт всегда будет работать, всегда на сайте будет свежая информация за счет того, что там установлен поиск тура по всем туроператорам, ваши контакты и так далее. И еще плюс этого сайта в том, что он индексируется по названию, то есть если турист в Яндексе будет задавать запрос, допустим, в туристическое агентство, там, Кванто Тур, Минск, у него будет выходить на первой страничке ваш сайт, это тоже плюс. Ну и, конечно, его цена, то есть 12 тысяч рублей на год, 215 долларов уже с мобильной версией, с хостинговым обслуживанием, с поиском тура и доступом в систему Тур Индекс, вообще весь марш, вот, всего 215 долларов на год. Вот, это акция 50% скидка. А, он не имеет страниц, да? Он имеет только вот нарезанные модули, то есть как если его... Да, фактически он не имеет страницы, он имеет страницы, вот лента интересов, это по разным странам, вот турист может выбрать, это подбор тура, это подборки предложений, если вы... Ну, смотрите, продвижение, да, SEO-продвижение сайта не подразумевается. Но контекстная реклама, то есть, пожалуйста, сейчас, кстати, SEO-продвижение уже фактически уходит на второй план, объясню почему. Потому что SEO-продвижение – это продвижение вашего сайта в поисковых системах, Google или Яндекс. Яндекс и Google не заинтересованы в том, чтобы вы бесплатно продвигали сайт. Вот, у них есть свои ресурсы для продвижения, это Яндекс.Директ и Google AdWords, да, ну, тот же самый Rambler, Begun, я не знаю, сейчас используется кем-то или нет. Вот, поэтому, конечно, Яндекс не заинтересован в том, чтобы ваш программист продвигал сайты, поэтому они каждый день модифицируют систему SEO-продвижения. И в основном сейчас все агентства используют контекстную рекламу, да, ну, там, понятно, целевые странички, да, лендинг-пейдж уже по определенному управлению, но в то же время вы можете и ваш сайт использовать. Но данный вид сайта, опять же, даже если вы своим туристам будете рекомендовать заходить на сайт, указывать в визитках, указывать в названии, в письме, рекомендовать туристам заходить на сайт. Опять же, если даже у вас за год два туриста забронируют тур с вашего сайта, вы уже его полностью окупаете и даже прибыль еще получаете. Поэтому, ну, то есть вы не занимаете сайтом, вы прибыль с ним получаете, контакты в вашем интернете всегда. То есть в этом плане, конечно, сайт имеет большой плюс. создание дополнительных страничек но там есть описание вашей компании социальной сети и так далее то есть это все конечно присутствует вот ну и подбор тура по всем туроператорам такой же как я вам говорила только вот на этом сайте а кстати еще что плюс то вот один момент скажу вы можете авторизоваться на сайте как админ да у нас есть такая возможность мы закрепляем ваш профиль от top hotels к сайту и если вы авторизованы на сайте турист не видит оператор а вы когда в подбор заходите вы будете видеть оператором то есть вас прям сразу будет видно и при нажатии на название оператора вы переходите на сайт туроператора очень удобно тоже вот очень такой же личный кабинет как у тех модулей которые вы отдельно на свой сайт поставите абсолютно идентичный да да так и можно только в египте сделать все и уже соответственно ну смотрите вообще у нас как бы период выставки до конца апреля мы не можем гарантировать до какого периода времени это продлится но до конца апреля да она будет действовать поэтому у вас будет возможность и кстати еще в апреле нам запустили такой функционал это примерка сайта на 5 дней бесплатно каким образом это работает вы пишите мне на почту я вам отправляю анкету вы эту анкету заполняйте на ваши контакты по агентству вы эту анкету заполняйте я ее программистам отправляю и в этот же день на тестовом домене я вам отправляю вашу ваш сайт как он будет выглядеть вот вы в течение пяти дней работаете туриндекс у вас тоже открывается вот в течение пяти дней работаете смотрите нравится сайт привыкли удобно все покупаете нет мы его включаем ну и пожалуйста давайте другую разработку сайта рассмотрим потому что вы как бы на этом не останавливаемся мы опять же мы занимаемся сайтами с админкой с его панелью для продвижения так далее у нас есть такие тарифы по сегодня их не озвучиваю да потому что время не так-то много уже заканчиваем вот так теоретически у нас есть такие тарифы вы имеете ввиду если примерку да 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 просто нам оставляйте заявку или мне пишите на почту лично или через наши проекты там на тупкотлс там где угодно оставляйте заявку и да мы менеджер связывается вам разворачивать сайт на тестовом домене пожалуйста бесплатно посмотрите как это будет выглядеть поэтому вот да если какие то уже опять же есть два периода времени это вот здесь озвучено на год есть еще на полгода подключения попробуйте на полгода сейчас сезон начинается вам вообще даже сайт и будет никакого дела просто ну хорошо есть да все здорово если через полгода вы понимаете что вы находитесь в рамках и вы хотите уже чего-то большего да и вам этого будет мало давайте будем рассматривать другие варианты сайта без проблем то есть мы как бы предлагаем до варианты вы воспользовались но если вы сохраняетесь на этом же варианте то пролонгации у вас будет по этой же цене то есть повышение не будет вы купили поэтому по этой цене вы поймете не будете продлеваться на кассе тоже очень удобно ну это в принципе все что я хочу сегодня рассказать просто очень много проектов и так как мы первый раз на невозможно все объятие и обо всем рассказать вот но у нас очень много менеджеров и все готовы ответить на ваши вопросы если они у вас какие-то будут вот